Телеканал КРТ представляет Это академик Владислав Гончарук Здравствуйте Здравствуйте Спасибо за приглашение Да, очень рады видеть ученых, авторитетных и знающих в науке людей у нас в программе Потому что, знаете, политологи, эксперты и так далее Люди настолько устали от подобного рода однотонной, монотонной информационной массы Что я думаю, что у нас должна получиться хорошая и качественная беседа Надеюсь на это, извините Да, как мы знаем, что у нас идет процесс декоммунизации У нас валят памятники Ленину Вот сейчас, через несколько месяцев будут закрывать больницы У нас планомерно падает экономика Ну потому что заводы, они же не нужны Проще их повырезать на металлолом и сдать в Турцию А вот какая ситуация у нас с наукой Там тоже идут процессы декоммунизации Или вот, например, даже не с наукой Потому что наука это такая широкая отрасль Например, это вот атомные электростанции Это гидроэлектростанции и так далее Вот как вы считаете, там эти процессы тоже идут? Дмитрий, это не то слово, что идут Это впервые в открытом эфире мне задают такой вопрос Обычно спрашивают про науку, про воду Да, я специалист по воде Не буду быть скромным Аналога нашей советской науки в мире не было Но, к сожалению, сейчас и науки нет Сносить памятник, это самое худшее занятие Которое только может придумать Сказать, человечеству будет неправильно Это полный дегенератизм Когда они знают, на чем можно выместить зло Или какую-то неудовлетворенность от жизни Ну тогда ломайте все, что перед вами стоит Это память, память народа Память наций Я всегда пропагандирую своим аспирантам У меня их было очень много Было совсем недавно По закону положено 3 аспиранта Даже на академика Было 20, 25 аспирантов Некому было вести Сейчас нет ни одного Молодежи нет А если говорить о науке То она почти умерла Она сейчас держится благодаря одному человеку Имя его вы знаете Ему уже исполнился 101 год Да, великий ученый Борис Евгеньевич Патон Это династия Сварки Аналога этой династии В мире нет Но я не буду его комментировать Это великий человек У меня с ним очень близкие отношения Я надеюсь, что он все-таки придет к нам в программу Потому что до этого мы не смогли пока с ним договориться На этот счет Но тем не менее Если бы вы могли прийти к нему Он всегда всем дает интервью Я думаю, это мы организуем Да, он с удовольствием идет навстречу Рассказывает о науке вообще Вот у нас грядут сейчас В ближайшие месяцы Выборы всего руководства Академии наук Боюсь, что это будет Одно из последних вот таких мероприятий В нашей стране Если ее можно назвать нашей Я не вижу страны Которая бы не желала Чтобы в этой стране была наука Без науки страна не существует До 80-х годов Самая мощная наука На территории советского государства Располагалась в трех государствах Конечно, Россия прежде всего В трех республиках, будет правильно сказать Они для меня так и остаются Россия, Украина и Белоруссия Это не значит, что на Кавказе, в Средней Азии Там не была наука Была тоже, но самая мощная концентрация была там Я родом со Средней Азии Я родился и вырос И получил мощное образование В Ташкенте, в столице Узбекистана Она сейчас для меня родина Русская родина Очень много узбеков Хамдам Усманович Усманов был Первый мой академик Учитель Директора института химии Растительных веществ Вот хлопок И тогда лучший в мире хлопок был советский Мало кто знает, что тогда мы выращивали Разноцветный хлопок От белого до черного Этого никто в мире не умел делать Они тогда другие функции Выполняли Вплоть до военных целей Разные цвета Разные вариации могли быть Разная проницаемость Волновая Ну это отдельная тема Но я там получил Самое лучшее в мире образование Это среднеазиатский государственный университет Среднеазиатский В сороковые годы Туда товарищ Сталин сослал Лучших ученых Всей нашей великой родины Спасая от немцев И там был анклав И ядерщиков, и физиков Математиков, кибернетиков Мощнейший был центр И он немножко разошелся уже По всем нашим республикам Уже где-то к 50-м годам И когда я продолжал учиться дальше В университетах Они все были моими родными Братьями, учителями Воспринимали меня просто Как своего воспитанника Вообще образование получал И в Новосибирске Где был лучший центр по химии в мире И в Московском университете Хорошо знаю Садовничево И сегодня В Ленинграде В университете Лучшая спектроскопия в мире Была там У меня была возможность В любой университет Ездить и получать Лучшие знания в мире На территории Советского Союза А потом Я действительно объехал Больше половины стран мира Потом меня приглашали Читать лекции В Германию, Францию, Америку На Кубу Лично знаком с Фиделем Кастера Рус Он приглашал меня По проблемам подготовки воды Я у Фиделя Как ни странно Покажется вам Научился принципиально Новым вещам Существует стандартная вода Я может быть Немножко разбросан и говорю Существует международная стандартная вода Они ничего не меряют О качестве воды Они всех устраивают 200 лет начали хлорировать воду Вот это преступление Я это вслух говорю На всех мировых конгрессах Я и возглавлял Председателем мировых конгрессов был Говорю, что этого делать нельзя Но за последние полсотни лет В мире доминирует не наука Бизнес Как говорят на базаре Бабки Были бабки И убрать хлор Это надо, чтобы коломойские Потеряли свои деньги Кому нужны эти хлорные заводы? Никому не нужны Хлорирование воды не приводит к ее чести Это просто какое-то сумасшествие Это действительно болезнь человечества Человечество Я говорю обо всем Вот надо совать хлор А как же тогда в Советском Союзе Хлорировали всю воду? И бассейны? Тогда не было гончарука Это я нашел Гончарука имеется в виду вас А не нашего премьер-министра Боже упаси Я того не знаю Знать не знаю Никогда не знал и знать не буду Я в упор не знаю Кто это такой Я говорю о том Кого вы пригласили в студию Да, я профессионал Не просто химик Я создал институт Ну, я Не совсем это корректно звучит Ну, так оно получается Лучший в мире институт по воде Да, в нашей полуразрушенной стране Аналога нет Даже в России Даже Хотя ближе всего Это А что вы изучаете? О чем вы там? Мы занимаемся химией воды Физикой воды Биологией воды И всеми аспектами Связанных с этой многогранной наукой И каким образом вода Влияет на здоровье человека Вот весь мир говорит о том Что хлорирование воды Обеспечивает ее дезинфекция Все врут Какие титулы не были Все врут Ничего не происходит Дезинфекции не происходит Эшерихия колия Если говорили Самая безопасная палочка Которая живет во всех водах мира Она мутирует И становится агрессивной В хлорированной воде Еще более В свое время я пытался Расшифровать геном Вот этой эшерихии колии Ну, нормально Она вообще безупречна Ее кушать Можно Она просто живет везде Она так и называется Эшерихия колия Это бактерия Которая в воде живет В воде и должна микрофлора жить И бактерии все Это симбиоз жизни Абсолютно чистая вода Дистиллированная И в ней тоже заводится микрофлора Мы дети природы И мы должны понимать Что стерилизовать Ничего вокруг не надо А единственное соединение Которое Богом не создано Это газообразный хлор Это творение рук человечества Плохого человечества А на основе хлора Созданы самые сильные яды И яды химиката Зарин, заман И вся группа Вот этих супертоксичных соединений И вот этим хлором Обрабатывают воду Предполагая, что Дезинфицируют Я скажу вам Чтобы не было Всем слушателям понятно В свое время Был такой Очень знаменитый Микробиолог Немецкий Эрих Кох 200 лет тому назад Палочка Коха Вот всем известно Тогда гуляла по Европе Чума и холера Я долгое время был в Европе Почти во всех столицах мира Вы увидите памятники То ли чуме То ли Ученым Умершим от чумы Или от холеры От чумы и холеры Почти поголовно Умирало все население Вот он тогда Предложил использовать хлор Для дезинфекции От чумы и холеры Уже 200 лет Нет ни чумы Ни холеры Продолжают в воду Сыпать хлор Что образуется Хлорорганически Очень токсичное соединение И если тогда Онкологией болели Единицы На планете То сегодня Нет ни одного человека Которого бы не было Онкологических Преобразований в клетке Потому что холеры Она провоцирует Образование Онкологических клеток Я не могу Переломить мир Потому что Весь мир сегодня Стал Бизнесовым Либо как сказать В углу угла Поставлены только деньги Прибыли деньги В советском государстве Было гигантское Преимущество Что не деньги Были главные А интеллект человека Его способность Творить новое Сегодня это качество Потеряли не только мы Я сейчас говорю Вот о нашем поколении Которое уже Уходит К сожалению А после нас Остаются Ну не учим Не хотят учиться И некому учиться Детей потеряли Они почти все Уехали Вот и вообще Будущее Нашей украинской науки Сегодня Это была мощнейшая Академия Вот в рамках Союзной академии Я говорю На первом месте Конечно Бессловно Была российская академия И параллель Рядом с ней Стояла Украинская академия Почему Самые мощные И военные И гражданские Предприятия Строились на территории Украины И благодатная земля И талантливые люди Я говорю Сейчас не о национальности Когда я говорю Русская наука Я имею ввиду Советскую Многонациональную Вот я издаю журнал Химия и технология воды Он один в мире Который занимается Вопросами освещения Состояния водных ресурсов У меня Пишут Я называю Мой журнал Не совсем корректно Пусть меня правильно поймут Я главный редактор Этого журнала Со дня почти его основания Более 50 ученых 50 стран мира Направляют Свои публикации Ко мне В том числе Из России Россия, Белоруссия Казахстан Я академик Казахской академии наук И Молдавская академия наук Но российская Опять же Если мы возьмем граждан Очень тяжело разобраться В хитросплетениях Там Издания Академики Работы И так далее Если вот все-таки Мы перенесемся Больше в практическую плоскость Вот если мы возьмем Ситуацию На наших Гидроэлектростанциях Какая там у нас ситуация И нам оттуда ждать беды Или все-таки там все нормально Еще с советских времен Как оно построилось Так вот оно еще лет сто проработает Если позволите Я немножко скажу Гидроэлектростанция Строится на базовых реках У нас одна река Которая называется Странообразующая Это Седовый Великий Днепр Он был другой Я бы Да Я инициатор Того что нужно Обернуть сейчас Взор На дамбы На плотины Которые там Сейчас я через минутку Вернусь Да 70% населения Вот нашей страны Украины Пьет воду Водопровод Из Днепра Вот Днепра нет воды Днепр уже не речка Она обозначена Как река Это стоящие болота Семь болот Перегороженных Шестью Гидроэлектростанциями Течения практически нет Все сточные воды Со всей страны Туда сбрасываются Без очистки Я это говорил На заседаниях И не один раз РНБУ Рада национальной безопасности Обороны Ну да Слушают Соглашаются Правильно Но ни один Частный предприниматель Не хочет Вкладывать деньги В очистные сооружения Я вам задам вопрос Извините Он корректный вопрос Почему Китайские товары В два раза дешевле Чем во всем мире Конкурентно способны Ну там много Объективных причин У них нет Очистных сооружений При очистке воды На любом предприятии Используется вода Я задаю вопрос Не для того Чтобы отвечали А для того Чтобы я на него ответил Извините У них Они сейчас Не вкладывают деньги Они только сейчас Меня приглашают Это говорят Наступил момент Мы уже стали Самой богатой страной В мире А у нас текут Сине-зелено-красные реки И знаменитые Хуанхэ Ну все Китайские великолепии Они все цветные текут Все предприятия Сбрасывают без очистки А очистка стоит Половина цены Стоимости производства Это гигантский ресурс Но это главный ресурс Выживаемости страны Но у них есть горы И основная масса Бедного населения Живет в горах И пользуются нормальной водой Горной Ручьями А из этих рек В основном города И вы видите Там они все Одномордников ходят Потому что дышать нечем И воду пьют Непонятно какое Я не знаю Не берусь судить Продолжительность их жизни Но болезнь Их захлестнула И не случайно Появляются Вот эти вирусы Именно там Где гигантское Перенаселение людей Хотя наука Их сейчас делает Мощный рывок Вот они меня Все приглашают Рассказать Но я же не рассказчик Я делаю свою работу И прежде всего На той территории Великой страны В которой я жил И в которой я продолжаю Жить А то что касается Днепра Катастрофическая ситуация Особенно С Киевской ГЭС Примерно Месяц тому назад Я вообще Если честно Год тому назад Мне показалось Таблица Менделеева Дмитрия Ивановича Приснилась во сне Он проснулся ночью Это достоверность И записал А мне приснилось Что потекла дамба Не просто так Я просто знаю Что в 85-м году Ровно за год До Чернобыльской катастрофы Был порыв Наша Киевская ГЭС Она очень комбинированная И сложная Там треть ГЭС Это плотина бетонная А две трети Земляная Гравина Песочная И она тянется Наверное Бетонные Километров 10 А километров 40 Я могу чуть-чуть Ошибиться Не в том суть Вот Земляная Гравина Ее прорвало Ровно за год До Чернобыля Тогда Эти данные Засекретили Никак не могли Закрыть Этот прорыв Хотя сбрасывали Много щебенки Песка Чем угодно Смывало Течение было мощное Я уже не помню Почему То ли полноводный Тогда Год был такой Что не могли Ничего остановить И тогда придумали Да наши великие люди Умельцы Талантливый народ Украинский Залепили Эту огромную дырку Несколько десятков метров Где-то 30-40 метров Мукой Хлебом Галушкой Получилась Дигантская галушка Известенный способ Вот как Хлеб смешивает Муку Смешивает Может быть С известью С песком С чем-то Она схватывается В воде Быстро И Заткнула эту дырку Огромную дырку Не спрашивайте Как я не знаю Но это факт Факт известный Исторически Тысячи тонн Муки ушло Вот тогда В четырех регионах Украины Если вы поднимете Материалы В открытой Вы не увидите Но я всегда имел Высокую Форму Секретности Работал В той области Ну как все химики Сначала Да Я имел допуск Этим материалам Я видел Знал что Залепили мукой И вот Прошло много лет А почему Мне представилось Что там Может возникнуть Угроза Я занимаюсь Микрофлорой Днепра Вот сейчас И рыба Поменялась Совсем другая Осетровых Не стало Белук Не стало Которые Когда-то В Днепре Водились Сейчас появились Бычки Которые Живут В основном Только У берега Черного моря А сейчас Они живут Это солноватая Грязная Вода Она должна Была За эти годы Это же почти С 85-го Года Сколько 35 лет Должно Было Пожрать Микрофлоры Муку Должна есть Я знаю Исторические Сооружения Только На Древней Руси Когда строили Не на Извездке А на Муке С яйцами Весь московский Крем Так построен Это старинная Древняя Очень мудрая Технология Она Держит Лучше Чем Всякие Кирпичи И в данном Случа Залепили Микрофлора Должна Была Сожрать Я поехал Туда Взял Своего Товарища Помощника Скажем Так Посмотрели Да Потекла Ручки Такие Пошли Но я почувствовал Под ногами Хлюпкает Через месяц Пришли Уже сильнее Вот сейчас Просто рейки Пошли Из-под нее Я обратился К руководству Странным Варенбову Сказали Нет Комиссия Ходит Что ты гончарок Выдумываешь Все наши Анализы Хорошие Но они Имели ввиду Наверное Бетонные Плотины Все остальные Плотины Бетонные Пять Ниже Самая Старая Плотина Советская Днепрогресс Она лучше всех И стоит Она построена Была Руками Умельцев Хороших Правда Лет 30 То что я гарантирую Ремонтов не было Этих плотин Никогда Вот за все Последние годы А без этого Невозможно Сохранить Днепр А Днепр Это главная Главный источник Жизни на территории Украины Без Днепра Жизнь на этой территории Просто невозможна А Днепр Начинается В той же местности Где и Волга Рассматривать отдельно Бассейн Днепра И Волги Невозможно Это единое начало Земля-то Она умнее нас Мы-то на этой земле Разбросаны Да еще раздавать Друг с другом Начинаем А Валдайская Возвученность И Северная Двинья Дает источник Там течет Хорошая Подземная Высокого качества Качества Вода Но проходя Через Там немножко Через Россию Белоруссию По территории Украины Проходит примерно Треть По длине Днепра Треть по Белоруссии Треть по территории России Сам Бог велел Нам жить не просто В мире А в едином Братском единении Вода Нас должна Научить Мудрости И полезности Во всей нашей Деятельности И вот Пока не складывается Не складывается Я тогда Обратился Вы наверное Знаете его Кичигину Это главный Редактор Газеты 2000 Это было Ровно год Тому назад Он назначил Время Говорит Мы сделаем Интервью Проверили Что да Действительно Угруза Такая была И возможность Была Кичигина Я знал Так Просто мы знали Друг друга Но не близко Когда я пришел Уже на интервью Я увидел На столе Стакан Водки И черный кусочек Черного хлеба Я попал На девятый день После его смерти Но ребята Там было написано Две или три Странички Более полусотни Вопросов Которые Кичигин Предполагал Вот обсудить Они говорят Вот по этой программе Расскажите Все что вы знаете Интервью было огромное Вот где-то Газета вышла В марте Катса Прошлого года Можете найти На первой странице Огромная Вот такая фотография Моей физиономии Я понимаю Вот дальше Получается То есть Мы живем В таком формате Что Вот эта Затычка Которую Тогда сделали Она В общем Ее прорвет Потому что Викторфлора Пожрала Вот эту муку И поэтому Мы вот Будем наблюдать Я так понимаю Что Очередную Экологическую Протоструктуру После этого Я пошел В РНБО Мне сказали Что проблем нет Я опять пошел На плотину Сделали фотографию Что усиливается Поток Потом передал Написал письмо На две странички Я сделал Много фотографий Ну наверное Полтора десятка Фотографий Какие потоки Идут Прямо За бетонные Дамы А чем это Чревато Для Киева Не для Киева Для всей страны В чем угроза В 85-86 году Был уже Чернобыль И там На дне Этого Киевского моря Лежит По оценкам Наших специалистов Порядка 80-90 Миллионов Тон Трансурановых Элементов Это все Отходы Которые были На Чернобыльской Станции Лежат на дне Киевского моря Тогда Когда был порыв То не было Чернобыля Тогда Спустили воду Отремонтировали Как смогли И то не могли А сейчас Загадится Вплоть до Черного моря Вся территория Все черноземы Будут залиты Радиоактивным илом Вода уже пошла Я написал Письмо Зеленскому Не буду Называть имен Один из наших Уважаемых людей Который очень хорошо Знаю Ну олигарх Это письмо Вручил из рук в руки Через некоторое время Недели через две Я получаю письмо С РНБО Кто такой РНБО Вы знаете Рада национальной Вопросности С предложением Дать мне пояснение Я им отсылаю Дополнительные фотографии И дубль этого письма Я говорю Если возникнут вопросы Я готов пояснить А вообще лучше Ножки приделайте Посмотрите сами Легко увидеть Что потекло Что там Это единственная плотина Которая Сделана Была В спешке Быстро Просто необходима Была электроэнергия Земляные данбы Не делали Но вроде как Равнинная территория Но подъем воды Там достаточно высокий Сейчас Не могу сказать Но где-то метров 20-30 Наверное высотой Но это поток мощный Да если проймет То вот эта волна Она может сбить Все остальные Пять плотин Мы останемся Вообще без электроэнергии В Кабмине Знают Реакции нет Никакой С РНБО Это уже Я совершенно спокойно Вам говорю Потому что я убежден В тех знаниях Которые я знаю Хотя должен не я Я занимаюсь качеством воды Подготовкой воды Очисткой воды А вообще Я на этом не остановлю Меня интересуют Вся водные ресурсы Вода отдельно От земли не бывает Планета без воды Жить не может У нас гигантское Количество воды Под нашими Недрами Глубоко Под землей Она там Генерируется вода И получается Огромное количество Воды уходит в космос Это нормальная Жизнедеятельность Живого организма Под названием Земля Это планета Наши людей Да Помните был Прорыв нефти В Мексиканском заливе Да Придж Петролио Резко поменялся Климат на земле Это было где-то В начале Ну уже где-то Лет 20 примерно Поменялся климат На планете Растаяли Льды На северном Южном понесе Гренландия потекла Изменить Почему Вы не задаете Вот почему Изменился Гольфстрим Изменилось Течение Эль-Линьо Которое пошло Обратно Течет Нанесено Уже гигантские Изменения В кругу оборот Воды На всей планете Постановить Это невозможно Мы вмешались Вы не спрашиваете Почему Там миллионы тонн нефти Образовали пленку На поверхности Мексиканского залива Считайте почти Все Атлантики Вода перестала Испаряться Если Это то время Когда мы жили В одной стране Нет Уже не в одной Нас уже поделили На страны Республики Начала выгорать Португалия Испания Греция Италия Вот это вся Наша восточная Европа По Сибири пошел Жаркое лето было Не было в Ладии Не было облаков И потом регулярно Несколько лет Вот эти пожары Продолжались По всему Югу Европы Вплоть до Японии Это не просто Случайное явление Земля На которой мы живем Это Я называю Это наш общий дом Земля Наш общий дом А ключевая Функция В этом доме Вода Она нас всех Должна объединять А не разъединять Вода не предмет Споров Вода предмет Общения И предмет Дружбы Вы все должны Заботиться О качестве воды Ну вот Вы говорите За мы должны Заботиться И так далее Но вот Неизвестный же факт Что воду в Крым Вот плотину Крымский канал Перекрыли И вот принципиально В рамках санкций Не дают воду Я вот так постучу Да Это так поступает Только дуболома Мы себе навредили Да Меня приглашали На разные каналы Телевизионные Вот расскажите Какая угроза Там будет Крыму Я говорю Угроза не для Крыма Для нас Мы затопили Мы затопили Весь юг Украины Днепру Надо было Куда-то течь Этот канал Он был Не столько Для Крыма Сколько Освободить Днепр И использовать Южные Наши регионы Для Ведения Сельского хозяйства А в Крыму Воды Очень много Я не могу Ручаться за все Континенты Но этот регион Я знаю хорошо Ну в глубине 80 метров Там чистейшая вода Вода Которая обеспечит Питьевой водой Всю Украину Крымская вода Да она Выклинивается В Черное море Почему побережье Черного моря Крымского побережья Оно Уникальное По своим физико-химическим Характеристикам Там же биота Невероятно Разнообразна Она как Средиземноморская То есть это бактерии И не только И рыба тоже Там же Полное Биологическое разнообразие Выходит чистая вода Прямо Грунтовые воды Выклиниваются В море Черное Там же как Пресноводная вода Получается На берегу Почему И купаться Там очень приятно Там же не такая Соленая вода Как чуть дальше В самом Черном море Ну это гидрологические Вот такие Нюансы Но их тоже Надо понимать И нужно знать И в горах На юге Крыма Воды тоже Очень много Проборитом Скважина небольшая В Киеве Вам знакомы Биветы? Конечно Вот Автор этих биветов Перед вами сидит Мы их открыли С Александром Александром Американским Амельченко В 86-м году Когда вся вода Была Это хорошая история Жалко просто Что далеко не все Они работают По сей день Надо обслуживать Их уметь Да А водоканальщики Взяли Центр по анализу воды Который у меня Аналога В мире нет Я разработал ГОСТа Ну я говорю От имени института Я мы Правильно так говорить У меня большой коллектив Полтора десятка Докторов наук Это и в химии И в биологии И по физико-химии Разработали стандарты Вот те анализы Которые делает весь мир Они Никому не нужны Это чисто форма Ну определяет там 50-100 каких-то компонентов А надо определять другое Надо определять Биологические характеристики Этой воды Как они влияют На наши клетки Как мы оцениваем Наше здоровье Когда Вы заболеваете Идете в больницу Вас ни один врач не примет Пока вы не сделаете Первую Но самую важную процедуру Назовите ее Температуру померите Анализ крови Анализ крови Если у вас хоть какая-то Есть температура Какое-то отравление Оно мгновенно Скажете На характеристики крови Ведь кровь Это Я реки называю Кровью жизни Без рек Планета не существует Как мы не можем жить Без наших жил По которым Кровеносных сосудов Они разносят Все питательные Вещества В каждую Клеточку Нашего организма Их даже не триллионы А триллионы Триллионов И в каждую Они доставляют То есть характеристики воды Получается Их не 50 И не 100 И гораздо больше Те которые Правильно влияют На жизнедеятельность человека Я определяю качество воды По анализу крови рыбок У рыб такая же кровь Как у нас Они очень чувствительные Они живут в воде Правильно? Мы же не живем в воде Я беру Очень маленькую Капельку Из хвостового Кровеносного сосудика Капельку крови И смотрим Соотношение Эритроцитов И лейкоцитов Как только нарушается Соотношение Значит вода плохая А потом Химическими анализами Мы определяем Что мешает А если анализ крови Хороший Почему терапевт Не хочет с вами Говорить Пока не увидит Анализ крови Если кровь хорошая Нечего делать От степени Нарушения состава крови И зависит состояние Вашего здоровья Тогда уже начинаются Другие биохимические И исследования Вашего организма Что же у вас Действительно больное Но вся процедура Начинается с крови А у меня Она этим заканчивается Вернее Этим начинается И заканчивается Если кровь рыбки Безупречна В вашей воде Которую вы мне принесете Не валяйте на руках Вода хорошая Пейте на здоровье И там должны быть соли Должен быть и натрий И кальция И магний И калий В нужном соотношении Нарушится соотношение Нарушится состав крови Все очень легко Но в мире этого Никто не делает Ну а вот если Анализировать Нашу землю И Африку Там есть проблемы С водой То есть теория Что все-таки В дальнейшем Ценность воды Она будет возрастать Потому что Качественная вода Доступ к этой воде Это принципиальные Такие вещи Для любого государства Как вы к этому Относитесь Насколько Украина Может иметь перспективу С учетом своих запасов воды Вам знакома Фамилия Капица Конечно Сын великого Капица Который из Кембриджа Приехал перед войной В Москву И создал мощнейший Институт физики Плазмы Его сын Сергей Капица Он выступал часто По телевидению Рассказывает В мире животных Я с ним лично Был знаком Он написал Брошюру Какое количество Людей Способно Безболезненно Выдержать Наша планета И пришел К заключению Максимум Миллиард Нас Сейчас Человеков Искажаю Специально 7 миллиард Правильно Самый ключевой Ресурс Планеты Вода 7-8 Даже По последним Данам 8 Насколько я знаю Миллиардов Миллиардов Да Почему Получается Уже запредельное Количество Вот миллиард Это комфортно И 7 может Выдержать Но при Рациональном Разумном Использовании Этого ресурса И войны Идут За ресурсы Именно воды Так как Вы сказали Что они Кончаются Да ничего Не кончается Я выдвигаю Сейчас И уже Обосновал Совершенно Другую Идею И строение Земли И ее свойства Вода У нас Синтезируется Внутри Земли И чем Глубже Тем ее Больше Но это Не значит Что ее Надо Как можно Больше Выкачивать Просто Наша Психология Вот Капиталистическая В худшем Понимании Этого слова Мы живем Здесь на земле Не ради Наживы А ради Счастья Ради Добра Люди Да Олигархи Ради Наживы Так а зачем Олигархи Это опухоль На теле Вот нашего Человечества Ведь они Враги Всех Народов Мира Они захватывают Власть Они создают Армии Начинаются Войны Откат олигархов Им нужно Контролировать Все ресурсы А мы Что здесь Как болванки Сидим На этой На этой Земле По их логике Именно так Вот Меня приглашал Имам Али Каддафи За полгода До его Уничтожения Пригласил Персонально Меня В пустыне Сахары Да Они нашли Гигантское количество Пресной воды Правильно Я прожил В Средней Азии И знаю Что в пустынях Козылку И Карагу Немеренное Количество Пресной Изумительно Хорошей воды Я знаю Почему Вообще Во всех регионах Вот нашей Великой Старой Необъятной Родины Под названием Советского Союза Запасов воды Немерено Мы могли Весь мир Напоить Просто Когда Олигархи Начинают Разворовывать Это Контролировать Все эти ресурсы Сейчас активно Вырубается С тайга А тайга Это не российская Принадлежность Это легкие Миры Как и амазонки Вот две точки Противоположные Амазония И тайга Они обеспечивают Качество воздуха А подземные Водные ресурсы Обеспечивают Всю землю Качественной Водой Выкачивают Безмерное Количество Нефти И загрязнять И все Сбрасывать В океан Океаны Очень грязные Но сейчас Пытаются Вылавливать Эти полиэтиленовые Мешки Всякие Которые Почти убили Вот эту Крупную Фауну Которая Живет В океанах Сможем ли Мы вернуться В исходное Положение Нет Никогда Мы уже Прошли Тот критический Барьер Когда Природа Могла Восстановиться Сама Теперь Без нашего Коллективного Участия Всех Стран Мира Я имею Ввиду ООН Все Должны Принимать Равное Посильное Пропорциональное Участие В сохранении Среды Нашего Обитания Это не Наша Собственность Планета Нам не Принадлежит Нам Бог Разрешил Жить На этой Земле А мы Оплевали И его Вы знаете Партия Слуга Народа Которая Сейчас Активно Пропихивает Закон О Продаже Земли Я думаю Не разделяет Вашу Точку Зрения Которая Очень Схожа И с моей Точкой Зрения И тем Не менее Продают И землю И водные Ресурсы Уверен Тоже В частную Собственность Их Ничего Не смущает То есть К сожалению Уровня Понимания У нас В стране Нету Такого Возможно Раньше Он и был Но Сейчас К сожалению Совсем Все по-другому Во всяком Случа Голосу разума Давно уже Никто не прислушивается Мне это кажется Конечно Есть Голос Есть Разум Нет Голос Чем громче Тем меньше Разума Партию Такую Я не знаю Я вообще Эти партии Не знаю Я понимаю У человека Есть интеллект Либо Его полное Отсутствие Вот Если говорить О нашей стране Украина Совсем Недавно Мощнейший Интеллект Великой Советской Державы Был сосредоточен На территории Украины Мощнейшие Заводы Аналога Которому Не было Нигде В мире Даже В Америке Даже В Германии Которая Всегда Лидировала В области Промышленного Водостроения Интеллекта Россия Сейчас Восстановила Все свои Потерянные Не ресурсы А потерянные Мозги И молодежь Которая В 90-х годах Уехала В Золотую Долину Сейчас Вернулась На родину Не понасильно Она увидела Что это родина Которая дает им Возможность Реализоваться И приложить Свой ум И свои таланты А почему у нас Вот эту цепочку Разорвали Вообще Если раньше Вот наука Промышленность Там была Вот прямая Взаимосвязь Почему сейчас Это Возвратились В предаток Не просто Европы А самого Извращенного Вот того Капиталистического Мера Который Я принять Не могу Вот я Начал вам Говорить Каддафи Зачем Меня пригласил Я говорю Каддафи Вам не хватает Воды Он говорит Я могу Этой водой Напоить Всю Африку Но Скважины Построены Почти За километр От Триполи Он говорит Я Какой километр Полтысячи километров Говорит Но пока Вода Оттуда Приходит Она становится Непригодна Для питья Ты можешь Сохранить Ее качество Я говорю Могу Сколько Тебе надо Миллионов Помните Знаменитые Фильмы Наши Я взяток Не беру Я деньгами Не беру Он говорит А что тебе надо Я говорю Я гражданин Украины Нам не хватает Нефти Он говорит Я понял Я дам Вашей стране Столько нефти Сколько ты Очистишь воды Я говорю Нефти не хватит И я новые Набурю Договорись Я пошел Не буду Фамилии называть Они все И сейчас живы И премьеры бывшие И министры бывшие Только Они партия меняют А краску меняют Но от этого Лучше не становится Никто не заинтересовался Все задавали Один вопрос А в этой цепочке Где я Я говорю А вы все В трубе В прямом И переносном смысле В прямом Что это труба Которая приносит Нам благосостояние Не Нас бы порвали Конечно Потому что Начали бы Этого не вделить А мама Мудрейший человек Почему я начал С того Я вырос В Средней Азии Средней Не центральной Как Америка Говорит А наша Средняя Азия Вот пять наших Республик Я их называю Это родина моя Тоже Моя родина Я там детство Я там учился Я в университете Первую половину жизни Может быть Одну из лучших Я получил там Когда вся Профессура была Каким образом Тогда можно было Очистить воду В Ливии Во всяком случае Вообще Вот как для меня Очень просто Но я об этом Не говорю Потому что В принципе Для этого Надо иметь Тот Да Гигантский Запас знаний Которым Меня учили И физики И химики И теоретики И технологи Кто угодно Я впитал Я знал Почти весь мир Ученых мира Легко Можно было Это сделать Но никто Не заинтересовался Но пока Шли вот эти Переговоры Американцы Почувствовали Угроз Со стороны Каддафи Ну все Что произошло Его порвали Уничтожили На куски А у Фиделя Я научился Тому О чем я говорю Фидель Прогласил меня Чтобы я Обеспечил Гавану Хорошей Питьевой воды Там озеро Относительно Недалеко От Гаваны Это уже Вода везде Разная И одна Технология Применяться Для разных Ситуаций Не может Надо Уметь Находить Нормальную Логику Но Божью логику Чем вода Больна И что требуется Чтобы восстановить То качество Которое нам Необходимо Вот один Из выдающихся Академиков Туркменистана Эсэнов Директор Института Пустынь Он угощал Меня арбузами Выращенными В пустыне Где вообще Нет воды Он зернышки Сажает Верблюжьи колючки Срезает Верблюжью колючку Расщепляет Ее Ну 5-10 сантиметров От песка Горячего И засовывает Верблюжьи Верблюжьи Никто 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 Никогда Это самая Секретная Точка Точка Во всей Кубе Только В Гаване Есть центр По лечению Ликемии Крови Он говорит Зачем тебе Это надо Я говорю Я хочу Таким образом Лечить воду Он говорит Это возможно Я говорю Думаю Что да Он приказал Своему первому Заму Пополитбюро Тут показал Мне больницу И главный Хирург Этой больницы Показывал Мне как Кровь лечит Озоном Самый сильный Природный Окислитель Я ему Спрашиваю Говорю Озон Должен Сжигать Всю кровь Он говорит Да Если его давать Много А если давать Микроколичество То нормальная Клетка И больная Клетка Они по разному Реагируют На Разрушение Прежде всего Страдает Больная Клетка Она менее Защищена И менее Устойчивая Так когда Даешь малую Дозу Погибают Больные Клетки А здоровая Остается Почему Лечение Длительное Маленькими Дозами Микро Либо Как сейчас Принято Нано Количествами И вылечивают Процесс Длительный Но стопроцентный Сколько Наших Украинских Детей После Чернобыля Лечилось Вот там На золотых Пляжах Гавада Я это видел Я гулял Среди этих Детей Дети Вставали На ноги Кстати Сейчас Эту программу Давно Закрыли К сожалению А Куба Делала Для нас Бесплатно Слабая Голодная Куба Бесплатно Лечила Наших Детей А мы Это Забыли А я Это Помню Я Тогда Рассказал Бесплатно Что Надо Делать Кубе А потом Разорвались Наши Отношения Мы отошли От своих Принципов Которые Фидель Переступить Не мог Он Очень Правильный Человек Я горжусь Что Лично Знаком Был И с Фиделем Кастро Рус Когда Я приехал Рассказал Патон Он Говорит Это Руки Мэл Я Говорю Да Ну И Дурак Я Пешил Говорю А ты Слепок Не Сделал Говорит Это Легендарная Личность Великий Патон Еще Живой Патон Ну Это Да Тут Я думаю Мало Кто С этим Поспорит Вот У Вас Есть Вот Ощущение Что У нас В Украине Все Таки Возможно Еще Развитие Науки Нет У меня Уже Нет Аспирантов Есть 2-3 Аспиранта Которые Уже Переступили Черту 30 лет Это Уже Не Аспиранты Это Чисто Формально Молодежь Не Идет У меня Нет Молодых Раньше С университета Очередь Стояла Чтобы В академию Пойти Сейчас Ни с университета Ни с политехника Ни Откуда Я Недавно Читал Лекции В пищевом Инстудия Там Хорошая Ректор Украинец К сожалению Болен Но Он Регулярно Приглашает Меня Не для Какого-то Факультета Для всего Пищевого Университета Прочитать Лекцию Он Мудрый Человек Он Говорит Владислав Есть Только Две Вещи Которые Обеспечивают Здоровье Человека Это Твоя Вода И Мои Продукты Питания Продукты Питания Мы Делаем На Твоей Без Врезанной Туда Водопроводной Системы Но Наши Водоканальщики Считают Что Если Будет Единая Замкнутая Система То Это Хорошо Но Когда Дерьмо Смешать С золотом Что Получится Золота Уже Не Будет Останется Только Одно Дерьмо Извините За Грубость Но То Чего Делать Нельзя То Делать Нельзя У меня В принципе Хорошее Взаимоотношение Было С медвотхозом Жилкомхозом Со всеми Люди понимают Получается Что Нету Желания У молодежи Получать Знания И становиться Учеными А у нас Ее не делают Та зарплата На которой Мы сейчас Живем Это не Зарплата Я могу Сейчас Получить На порядке На пять Порядков Больше Могу Зарплату Но мне Надо уехать В Италию Францию Или в Америку Это чужая Для меня Страна Я не уеду Я буду здесь Голодать Я не пафосно Говорю Я говорю Что Да Для меня Это родина Она для меня Это не слово Для меня Это образ жизни Для меня Это горько Что происходит Я потерял Свою страну В которой Я вырос И жил Ради которой Жили мои родители Мой отец Воевал на фронте Только не на том Фронте На германском А тот фронт Где он воевал Так и не состоялся Это южный фронт В Иране Где потом Сталин Назло Всем провел Иранскую конференцию А там стояли Десять дивизий Германских И подготовлено было Пять правительств Пяти союзных Республик Узбекистана Казахстана Туркменистана Таджикистана На Киргизе Мне Что мешают Эти памятники Это выдающиеся люди Которые могли бы Сохранить свою жизнь Да Но шли под фашистские Пули Шли Да И советская страна Я думаю Это не случайно Все таки происходит И влияние Из-за границы Тоже доминирует В этих всех Последовательности В этих действиях Которые совершают Уже Все вот эти чудаки Которые Бегают И валят памятники Я не думал Что вы такой человек Я думаю Об этом Мы уже переговорим Уже после эфира Потому что Сейчас Время нашей программы Завершается Подходит к концу Можно добавлю Одну фразу Если прорвет Вот эту плотину А я не вижу Как ее сделать То уже никто Не продаст землю Наш чернозем Он будет радиоактивный На тысячу лет Я хочу Чтобы меня Сейчас услышали Все Кто хочет Вернуться И не вернуться Забрать нашу землю Она сейчас Под угрозой Загрязнений На тысячи лет Пусть услышат меня Я говорю правду А кто не верит Пусть пойдет На дамбу Я туда смело хожу Но каждый раз Под угрозой Не сегодня Завтра Она прорвет Спасибо вам За знания Спасибо вам За предупреждения С нами С нами был ученый Владислав Гончарук Это была программа Без протокола С вами был я Ведущий Дмитрий Василец До скорого Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»